Погреемся немного. Да, сегодня такой ветер. А здесь во дворе первосвященника намного теплее. За целый день столько всего сделано, что теперь можно погреться в огне. А кого это повели к нашему господину первосвященнику Хаираке? Даже не знаю, кто это может быть. Столько римских войнок. Может быть он какой-то разгоник или мятежник. Как? Вы не слышали ничего? Что произошло сегодня в Генсиманском саду? И кто это? Нет. Откуда же нам знать? Нет, конечно. Мы целый день работаем у двора. И в город давно не выходили. А, понятно. Так вот послушайте. Говорят, этот человек родом из Галилеи. Зовут его Иисус. Он исцеляет многих, учит мудрости, сотворил много чудес, ходил по воде и даже воскрешал мертвых. Да разве это не слухи? Такого быть не может. Люди говорят, что это обещанный Богом Мессия. Тот самый, который спасет мир. Но Синедрион боится его и называет уже пророком. Ничего не понимает. Да разве можно так отнестись к настоящему Мессии? Синедриону Галилеи. Синедриону Галилеи. Но зачем только воинах? Как мне сказала одна служанка со двора первосвященника Анны, что этой мовочью по приказу Синедриона он был арестован в Гусиманском саду и приеден на допрос первосвященник к Анне. Да, да. Это не слухи. Я в высоту этой ночи увидел все своими глазами. Его предан один из учеников, а другой так защищал его, что ничего не стекли ухо. Он исцелил его, так как будто ничего и не было. Этот человек явно какой-то пророк. Почему воины тогда привели этого человека сюда? Потому что он отопросил его и велел везти его в первосвященнику поярки для заключительного решения.